Максим Чернышов, студент третьего курса Брестского государственного политехнического колледжа, работать в студенческом отряде планировал давно. Для будущего мостовщика рабочее время – бесценный опыт. Строительная деятельность напрямую связана с получаемой профессией. А потому на работе он активный, трудолюбивый и целеустремленный боец, которого не пугает и ни жаркая погода, ни перечень его рабочих обязанностей. Мои обязанности входят класть плитку, установка бортов, подготовка, естественно, все под это. Проще говоря, я занимаюсь благоустройством. Эта работа меня учит тому, что, во-первых, она учит хорошему отношению с людьми, так как здесь главное – это слаженность, потому что если кто-то что-то будет делать не так или филонить, то довольно будет неприятно. Для ребят работа в студенческом отряде – это как возможно подзаработать какую-то свою копеечку, так и найти новых друзей, обрести какой-то свой коллектив, сдружиться, ну и также проводить вместе не только рабочее время, но и после работы. Что касается студента высшего ущипного заведения, факультета инженерных систем и экологии, Романа Климука, работа в сервисном отряде очень ответственная. Помощь на централизованном тестировании требует от парня внимательного и добросовестного выполнения своих обязанностей. Отмечает провести лето с пользой на благо родному городу – миссия важная. А приятный бонус в виде материальной оплаты – хороший стимул для успешного выполнения своей работы. Я считаю то, что лето напроводить с пользой. В первую очередь можно заработать денег, не сидеть в родителе на шее. Моя работа заключается в том, что я стою на входе, проверяю документ, совместный с комиссией государственного контроля. Работа в сервисном отряде на централизованном тестировании требует большой коммуникабельности, для того, чтобы хорошо общаться с людьми, находить с ними общий язык. Сельскохозяйственные, строительные, сервисные, педагогические, а также экологические отряды. На сегодня существует порядка пяти основных профилей студотрядов. Это значит, что каждый желающий обязательно найдет занятие, которое отвечает требованиям своей специальности. Представители Брестского государственного союза молодежи отмечают организации, готовых обеспечить молодых людей. Вакантным рабочим местом достаточно. Выборы за молодежью – сидеть, сложа руки или зарекомендовывать себя как активного работника. Уже трудоустроено 461 боец студенческих отрядов. Как правило, это учащиеся средних, специальных, профессиональных, технических и высших учреждений образования. Ребята трудятся на объектах Тысячелетия города Бреста. Но не только. Это и оздоровительные лагеря Брестской области, это сервисные отряды, которые сопровождают тестирование в сфере оказания услуг в Национальном парке Беловежская пуща. Ну и строительные отряды, которые в городе Бресте сегодня созданы в количестве 11 штук. Это и западный обход города Бреста, вторая очередь. Это и строительство новых микрорайонов совместно с нашими строительными организаторами и предприятиями. При каждом территориальном комитете ОБРСМ работает штаб трудовых дел, где каждый желающий и в течение весны мог оставить свою заявку, чтобы трудоустроить студенческих отрядов. Но чтобы не прекращать работать, и даже в эту горячую жаркую летнюю пару, чтобы продолжать работу, то есть каждый желающий может обратиться в территориальный комитет Бреста своего региона, где ему предложат заполнить заявку, и при наличии свободных мест рабочих они будут трудоустроены. Итоги плодотворной работы третьего трудового семестра будут подведены осенью. Следите за новостями. Итоги плодотворной работы.